Марат, привет! Радуюсь, что к тебе наконец доехали. Марат предприниматель, занимается онлайн-образованием и также у него своя IT-платформа. Суммарно все это делает порядка 20 миллионов рублей в месяц. Даже больше. Даже больше. Круто. Расскажи, пожалуйста, тем, кто с тобой не знаком, вот как ты пришел к тому, что стал заниматься онлайн-образованием? Я слышал твою историю, она очень интересная. И как ты вообще себя сейчас в этом ощущаешь? Ну, давай начнем вот с истории до. Ну, я всю жизнь работал дизайнером. И я дизайнер-универсал. В итоге... Я видел в Ютинете, да, по-моему... Я работал в студии Лебедева, в Мегаплане, в Ютинете. Я занимался интерфейсами, делал приложения, занимался полиграфией, делал сайты, делал баннеры, делал разные-разные... Верстал журналы, наклейки, делал большие-огромные, там, на Тверской... Билборды. Билборды, которые, там, 50 метров, там, на 18. Ну, то есть, вот, всякие штуки я... С Лебедевым сейчас какие-то остались отношения? Просто я иногда им пишу раз в год. Когда происходит день рождения студия, им пишу, Тёма, спасибо тебе большое. Я всегда им благодарен. Вот, а что ещё? В один из моментов я начал заниматься интернет-розницей. У меня появился интернет-магазин. И как раз... Какой год примерно? Это был, наверное, 2009 год. Наверное, да, 2009 год. И я сначала сделал своей подруге интернет-магазин. А потом посмотрел, что вроде прикольно, у неё так всё работает. Пошло, думаю, дай-ка я себе это тоже сделаю. И я сделал себе интернет-магазин. Магазин называется EasyNail.ru. Он до сих пор работает. У неё сейчас оборот порядка, там, трёх миллионов рублей. Ну, то есть он продаёт фрезы стоматологические для мастеров маникюра и педикюра. То есть я начинал с этого. И моя задача была научить пользователей маникюра и педикюра пользоваться этими фрезами. Вот у меня была техническая задача. Чтобы расширять рынок? Чтобы продавать эти фрезы. Плюс параллельно я ходил на все мероприятия InfoBusiness2.ru к Андрею Парабеллому. И я всё пытался найти, чем же мне заниматься. И я не мог вся история, всё, что связано с InfoBusiness, приклеить к себе. Вот она у меня никак не клеилась. Ни к дизайну, ни к... Почему тебе этого хотелось, вот это интересно? Нет, мне хотелось в интернет-магазине, в интернет-магазине начать учить людей. А ты хотел учить, потому что они не понимали, зачем фрезы? Не было, нет стандартизированных никаких штук о том, как этим пользоваться. Но это реально ускоряет процесс работы мастеров маникюра и педикюра. И ты понимал, что если у тебя будет возможность их обучать, то... Я смогу больше продавать. Вот, совершенно простая утилитарная задача. И, собственно, об этом InfoBusiness, как бы... Часть InfoBusiness об этом... Как обучать? Да, что пока человек не покупает, его надо обучать. Вот. И я пробовал не только этим заниматься, но я еще пробовал просто построить InfoBusiness. Я делал с Максом Кручковым, мы делали курсы по маникюру, не по маникюру, по макияжу. Вот. И мы там сделали какую-то бесплатную движуху. С Максом Кручковым? Да. Это какой? Это который пикапер? Нет. Это ты путаешься с другим Максом. Окей. Макс тоже работает в VB2. Вот. И мы, собственно, как раз искали варианты, как можно делать массовые штуки. Вот мы сделали на WordPress. Вордпрессе, 3,5 тысячи женщин мы учили, как краситься на WordPress. В Вордпрессе вот ты прям учил? Нет, мы нашли человека, да, сняли уроки. Стали продюссами? Да, мы пытались. Слава богу, а то я думаю, вы может друг друга красить. Нет, нет, нет. Ну, это было бы уже хитом, это было бы больше. Это было бы узконишу. Ну, короче, мы там ничего не продали, ничего не заработали, все так. Тема у нас не пошла. Окей. Вот, и потом я начал продавать курсы, как научиться рисовать на ногтях цветочки. Вот, я учил женщин рисовать цветочки на ногтях. Ты учил теперь? Я нашел препода, я его уговаривал очень долго, мы записали курс. Почему у тебя вообще возникала идея вот учить таким штукам, непонятно? Хотелось массовости, ну и денег. А массовости на ногтях или в целом? Просто я был погружен в сферу ногтей. То есть, если бы у меня была какая-то другая сфера, наверняка, я бы другим занимался. Но я не мог найти препода по фрезам, потому что его нет. Надо было как-то самому, либо самому научиться, либо, ну, я не мог научиться сам, потому что я не практиковал. И найти не мог педагога. Но я нашел педагога в чуть-чуть смежной теме. Теме – это дизайны, все, что связано с дизайнами на ногтях. И это Юлия Белей, она в Латвии, и я, говорит, полгода, наверное, уговаривал ее снять курс. Мы сняли, я его продал. Продал просто инфопродукт? Да. Прям в лоб продал, и что-то там получилось. Там на миллион рублей у нас была продажа первая. У меня все это было… На трафике или по базе? По чьей-то? Да не волониковой базы. Есть форум ногтевой, я там разместил, что вот у нас теперь вот это можно онлайн. И народ пришел и купил. То есть нулевой бюджет рекламный? Да, у меня там на лендинге была конверсия, там 50% в регистрации, потом адская воплата. То есть это был такой, наверное, как, может быть, шок не мог для тебя, что это сработало, да? Да. Просто интересные ощущения какие были тогда? Ну, круто, ты сразу заработал. А тебе сколько нужно было бы фрезеровочных станков продать, чтобы миллион заработать числами? Очень долго. Я даже сейчас на этих фрезах столько не зарабатываю. В общем, одна фреза стоит там 120 рублей, 150, продается по 250 рублей. Тысяча рублей или рублей? Нет, просто 150 рублей. 150 рублей. Закупка, условно, там 250, продажа. 100 рублей там. Даже посчитать сложно. Очень много, короче. Очень много. Ну, там, естественно, аксессуары мы стали тоже продавать, но суть не в этом. Суть в том, что я так продал один раз, мы сделали второй уровень, третий, то есть каталожку начали наращивать. И когда я продал суммарно там пять потоков и получил, что у меня учат где-то 250 человек, я понял, что жить так больше невозможно. Ну, невозможно этим людям продавать, я не могу их сегментировать, мне сложно их выбирать, потому что здесь у меня в Excel, здесь у меня там-то, здесь там-то. Вот на форуме выдается этот контент, непонятно кому там, как отвечать. А ты все один рулешь партнеров задач? Нет, был вот только я. Был только я и педагог. А педагог у тебя, он был предзаписанный весь и на вебинарах продавал рекордов? Да, и первый курс я снимал так, я взял у друзей камеру, я как раз взял камеру, привязал ее к лампе, и как раз люди в первой версии курса жаловали, что у меня трясется видео. Я сделал, у меня не было денег купить ни штативов специальных, выносных и ничего. Красивая история, настоящая труда такая. И сразу после этого я пошел, купил Canon 7D с оптикой. После того, как миллион заработал. Да, и уже второй, третий курс я уже начал снимать нормально. А она сейчас в Латвии, да, была здесь в Москве? Она просто приехала, и мы у меня это сняли. Ну, собственно, идея была какая-то, что она ездит по городам, делает курсы, там учат у нее 6-10 человек. Ты ей платил потом процент или вначале за билет заплатил? Она здесь сюда приезжала, и мы вот то, что мы продавали, делили пополам. То есть ты предварительно ничего не платила, а просто такой партнерский? Не, ну, на дружески. Вот это, кстати, залог того, как ты с партнером работаешь. То есть есть партнеры, которые от тебя что-то хотят, еще что-то, и я с таким стараюсь не работать. А есть люди, которые открыты к тебе, они говорят, да, давай. И вот у тебя срок на реализацию, в принципе, когда они говорят, да, давай. Очень маленький, ну, там месяц-два. И это все как по маслу идет, значит, ты правильно все сделал. А когда есть какие-то тренинг, сопротивление, я даже такой, ну, нахер, не надо. Когда начинаешь сучать? Ты сам. Ты сам. Это, короче, не моя тема. И вот люди так фильтруются, я потом на это стал обращать внимание. Сначала-то неосознанно, потом ты осознаешь, смотришь, как это происходит. И партнеры так и сортируются. Собственно, мы следующих партнеров, а я об этом дальше расскажу. Мы, собственно, таким образом и отобрали. Ну, такой поток, когда происходит. Да, да, да. Вот это ощущение и доверять себе. Самый лучший детектор такой. Легкость. Хорошо. Да, да, да. Сейчас вот расскажу про школу Калачевых тоже. Что было дальше после этого? Дальше я остановил продавать все курсы. И я понял, что мне нужна некая система решения. Я пытался поженить каджаби, разные проекты я искал. Ты смотрел западные? Я смотрел, да. Но это было невозможно этим пользоваться. Либо там были очень адские какие-то… Каджаби раньше очень дорого стоило. Это 2014-е? Это не 2014-е, это 2012-е, 13-е, наверное. Ну, примерно так. И вот я где-то год это не продавал, потому что я не мог найти решение. И ровно год я пытался найти людей, кто сможет со мной поработать над этим проектом. Потому что я… Хоть я и заканчивал ВМК и по специальности я программист, я не программист. Я не пишу программист. Потому что у меня навыков этого нет. Технологии нет, технической инфраструктуры и нужно, чтобы сделать, да? И получается, нужно программист. Да. И, собственно, забегая наперед, я как раз просто потом анализировал, когда я о дизайне человека узнал и вообще все, что связано с астрологией. И если чуть-чуть отойти, то первый раз с астрологией я столкнулся в 2009-м. И мне сделали натальную карту и объяснили. И я был в шоке. Как нифига себе. Ну, реально. То есть я познакомился с девочкой, зовут Катя Васянова. Катя Васянова для отдельно. Именно в 2009-м я первый раз столкнулся с астрологией. И для меня это было просто открытием для человека, который в это вообще не верил. И когда первый раз мне рассказали о себе, я не мог поверить, откуда человек этот, который видит меня в первый раз, он это знает. У меня в голове это не складывалось. Вот никак. И для того, чтобы это проверить, я стал водить друзей и смотреть их реакцию. Я переводил вообще всех туда друзей. Вот огромный, конечно, людей. Просто приводил, сидел рядом и смотрел. Вот это вот про него или не про него. Я смотрел реакцию. Правильно считывает или нет. Я просто проверял. И когда уже там, не знаю, привел 50-го друга, у меня уже не осталось никаких сомнений. Существенная выборка. Ну, то есть ты проверяешь, и тебе каждый говорит, да, 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 это про меня, это про меня, это про меня, это про меня. И ты знаешь, просто я-то знал историю людей. Я знал, когда человек говорит, как это соотносится с человеком. То есть я сам мог это наблюдать, а не так, что я приводил какого-то неизвестного человека, да, и я не знаю ничего о нем. И, соответственно, говорит, да, это про меня или там нет, это не про меня. Ну, то есть это не совсем. А здесь я уже, я как бы знал историю людей. Я мог сравнить про него или как я это чувствую. Так вот, и получается, я начал искать программиста, и как раз я начал искать программистов в проектах, где я раньше работал. И, значит, ко мне обратился мой друг Дима, с кем мы сделали прототип платформы. Он мне сам написал, он ко мне обратился. А он не знал, что ты ищешь? Нет, ну я ходил, говорил, я пытался инициировать все эти процессы, но это у меня ничего не выходило. Ноль реакции. И потом ко мне обратился Дима, но он обратился с другим вопросом. Знаю ли я, как найти деньги на его проект? И показывает проект а-ля Рос что-то там ЖКХ. Там как раз была вот эта история с Навальным. Вот они типа такого проекта делали. Типа проект Яма там что-нибудь такое. Ну типа такого, да. Рос Яма. И они сделали этот проект, но они не знали, что с ним делать дальше. Откуда деньги, как, чего. И он меня спрашивал, как сделать. Я говорю, Дима, давай ты вот этим заниматься не будешь. У меня есть отличная идея. Давай делать вот обучающую такую штуку. Мне вот очень надо, потому что я умираю. Без нее. Он там думал где-то полгода, наверное. И в один момент он говорит, давай попробуем. Я такой, отлично. А ты проверил же вашу совместимость? Я еще ничего не проверял. Не было задачи проверять. Я такой, отлично. И мы сделали прототип. Он его написал. Мы начали продавать. И продали как раз там шестой поток. И опять там миллион двести. Он такой смотрит. А это уже потоками стало идти. Ну это, ну то есть я продавал. Потом остановил. Остановил. Вот у меня опять потоков продал. Но это потоки, это не инфопродукт. Просто ты начинал с инфопродуктов, ты сказал. Я сделал инфопродукт и продавал его поток. Например, первый уровень росписи плоской кистью. Я его продал один раз, второй раз, третий раз. А между то, что выдача все-таки идет уроками, а не просто сразу как диск там. Уроками. И уроки и куратор, да? Да. Вот. И мы это продали. Он такой посмотрел на это, а он работал тогда в Мамби. Он такой, я увольняюсь. И он уволился. Какой год? Сразу. Это был, по-моему, 2013 год. Из Мамбы? Да, это был август 2013 года. Вот. Я параллельно летом, там буквально 2-3 месяца, меня позвали в проект. Ну название говорить не буду. Я там занимался мобильным приложением. Я там за месяц собрал интерфейс мобильного приложения, мы его выпустили. То есть я получил этот опыт. И там у нас работал как раз Тимур. Третий наш соучредитель. И компания, в которой я работал, она начала загибаться примерно в ноябре. Меня оттуда попросили. И когда меня оттуда попросили, и стали говорить, что давай ты у нас будешь всего там 2 недели работать, мы тебе будем платить пол зарплаты. Я сказал, ну вас нахер. Вот. И ушел. Прямо в один день. А что мне? Ты параллельно работал тогда еще дизайнером? Да, да, да. А, ты правильно работал дизайнером и делал еще инфокурсы? Да. А зачем? Ну то есть нормально же по доходам было? Или все равно зачем терять доход, если как бы не есть? Ну пока было ненормально. Нестабильно? Непонятно, да. Непонятно. И, значит, произошла эта ситуация, я ушел и у меня Тимур спрашивает. Тимур, ой, Марат говорит, а как ты взял так просто и уволился? Ну типа надо же там детей кормить. Я говорю, ну как, Тимур, вот мы тут с Димой сделали и продали курсы рисования на ногтях на миллион двести. Он такой, че? Он говорит, подожди, вы, говорит, с Димой сделали? Я говорю, да. Он говорит, подожди, а мы раньше все вместе работали. Я, говорит, не верю. Я говорю, ну вот Дима, вот проект. Такие минуты не рассказывали, да? Вот сделали, да. Нет, мы об этом постоянно ржем. Он говорит, и вы продали. Он говорит, что? Как рисовать на ногтях? Он в шоке, короче, в полном. Я говорю, вот мы сейчас делаем, хотим делать такую платформу. И у нас возникла идея, что мы тут делаем платформу. И я тогда пришел опять в ВВ2 Косте и говорю, Костя. Костя Бенко. Костя Бенко, да. Я говорю, вот, а у них был проект Старт-2. Да, я помню. Вот, Старт-2, хороший проект. Ну, просто там огромное количество людей училось. И там была проблема в том, что у них это все было тоже на друпале. Тоже вот все вот на подручных каких-то… А, они чем учили? Ну, как открыл свой бизнес. Да. Вот, и при этом параллельно тоже шел бизнес-молодость. Ну, то есть мы знали, что можно сделать лучше, улучшив онлайн. Потому что в ВВ2 тогда онлайн особо не было. Ты встречался с ВВ2 Маскиным? Да, конечно. Но про ВВ2… Ты говорили про гидкурс, да? Нет, там нет, им нет смысла это делать. У них… Они сами могут это все сделать. И они делают. Просто они делают в рамках своего проекта, это корректно. Это, собственно, то, с чем мы потом там столкнулись после запуска проекта. Мы думали, что мы сделаем систему, заработаем денег. Но по факту это так не произошло. И мы как продуктом, гидкурсом не занимались вообще. Ну, где-то года… Год… Год как минимум. Или там полтора. То есть мы его продавали. Мы… Только все… Все запросы от наших клиентов, что они что-то хотят, они все уходили просто в трэш сразу. То есть была поддержка, мы следили за тем, что работает, но ни одно желание не учитывалось вообще никак. Никогда. До определенного момента, когда мы сказали, что да, мы можем заниматься… У нас теперь есть сила заниматься продуктом отдельно. Мы нашли человека, и мы год ждали этого человека, чтобы он занимался целенаправленно продуктом. Как только мы этот вопрос решили, мы начали заниматься гидкурсом. Уже системно нарастили штат. Сейчас у нас только гидкурсом там человек 20 занимается. Вот. Второй Аффлайн и 17 онлайн? Нет, три программиста – это у нас вообще всего три программиста. Просто у нас хорошие три программиста. Вот. Это в основном поддержка. Мы понимали, что как раз поддержка – это основной… То, чего хотели люди, и то, что мы им дать не могли, когда нас было мало. То есть мы… Я уделял свое время раньше, но от такого количества запросов очень сложно их обрабатывать. Так вот, что дальше у нас произошло? Дальше мы… Мы сделали… Но Тимур говорит, типа, не верю и говорит, ну… Нет, нет, нет. Там все проще было. Мы пришли в B2. Мы сказали, давайте вместе делать. Нам Кость сказал, что нет, вместе нам делать не надо. Мы хотим просто за это заплатить. Вот, за месяц, за год. Вот, там, 300 тысяч. В пользование системой. И будем пользоваться как обычной системой. Потому что… И B2 в тот момент думал, что, используя разные сервисы, они могут их соединять и иметь гибкость. Связано с тем, что у каждого сервиса, когда он специфический, у него больше всяких возможностей. А когда ты делаешь all-in-one решение, ты не можешь покрыть все возможности, например, по рассылкам или еще что-то. Вот была такая некая концепция. Мы такие, окей, давай делать. И вот мы начали это делать. За две недели мы собрали прототип… А Тимур к вам пришел? Тимур просто, ну, там кончилась другая работа. Он за две недели это все сделал. Это было ровно там в январе. Первые две недели января. Даже, скажем так, в начале января мы уже выпустили… Первых учеников запустили в… Геткурс. В Геткурс. Да, и там он был совершенно другой. По другой логике. И с того времени мы уже два раза Геткурс внутри переписали. То есть работа была произведена большая. Мы концепции меняли, смотрели, как это работает. Вот. И за три месяца мы сделали достаточно хороший LMS функционал. И я могу сказать, что все, что связано с обучением, у нас очень давно там не менялось. Ну, в плане того, что логики и нет ни у кого даже желания там что-то улучшить. То есть люди пишут, что они хотят. Но не появляются там уже как бы все хотелки. Все, что связано с обучением, они вот закрыты там на 99%. Я очень хочу, чтобы мне кто-то написал, что он хочет там улучшить. На самом деле, потому что мы уже не знаем. Вот. И летом, это было январь, январь, февраль, март получается. Мы занимались мастерами красоты. Это проект по ногтям. Мы его стали развивать. И летом у меня жена работала в школе Калачевой. Она читала лекции. Она искусствовед. И, собственно, она сказала, что вот Вероника, они хотят курсы онлайн. Потому что она рассказала про меня. И они говорят, давайте приходите знакомиться. Я приехал на одно из мероприятий. Это 14-й год, да? Да, по-моему, 14-й год. Мы тут же договорились, что мы делаем онлайн. Это был, по-моему, июнь или июль. Ну, где-то вот так вот. В августе мы его продали опять, этот курс. У них тогда было в Инстаграме где-то тысяча сорок, по-моему, человек. Ну, плюс-минус. Мы просто сделали там пост, что у нас теперь онлайн можно поучиться у Вероники рисовать. И мы тоже продали курс там, по-моему, на миллион. У нас вся эта статистика сейчас есть. Мы ее, в принципе, показываем, все эти графики. И тоже был такой пик. Типа, круто. Вот. И мы поняли, что этим тоже надо заниматься. И как раз мы еще параллельно потом искали другие проекты, чем заниматься. Мы пробовали кучу разных проектов. Какие-то умирали, не пошли, было сложно работать. Расскажи, что не пошло, что все думают, что получилось сразу, получилось сразу. Ну, там, шитье у нас не пошло. Потому что мы шитьем не живем, оно не пошло. Все, чем мы не жили, оно все не пошло. Вот так я скажу. Про оральный секс ты шутил? Мы нашли педагога. Там был и мужчина, и женщина. Это два разных проекта. Но, как выяснилось, трафик у них там не оказалось трафика. Либо нам дали мертвые базы, мы по ним сделали рассылку. И там, условно, из двух тысяч человек откликнулось. В смысле, вы привлекаете экспертов, у которых уже есть какая-то база? В том числе, да. Органическая. Чтобы мы органически могли первые продажи сделать, без привлечения в трафик. Ну, чтобы получить инвестиции и дальше уже донести это делать. Там тогда эта штука работает. А не так, что ты с нуля. Потому что, если человек приходит с нуля, у него ничего нет, это надо тратить год примерно. И ты это знаешь. Год, чтобы вырастить в продаже первые, в нормальные. Чтобы это не просто пиковое было, а такой линейный, стабильный заработок. Для вас нормально это, типа, миллион? То есть до миллиона год? Это первый тест. Первый тест, где ты проверяешь, есть там деньги или нет. Условно, если меньше, там потом нет смысла уже. Ну, нам уже нет смысла это проверять. Вот. То есть для вас это такой некий индикатор, пойдете вы дальше или нет? Запустились, миллионы идем дальше. Да, да, да. И мы пробовали курсы по цветам, я тебе рассказал, мы делали. То есть как научиться делать букеты и продавать их. Я недавно видел, ну точнее, я был у Димы в гостях там, в Сочи. И призаходила его мама и хвасталась нам, как она купила какой-то онлайн-курс. Как эти штуки называются? Цветы из фоамирана. Она принесла цвет нам, а этот цвет был похож на подсолнух, он был как настоящий. И потом… Там типа в этом онлайн-курсе было 70, по-моему, участников, каждый заплатил тысяч по 30, что ли. Да, это вот до кризиса 2014 года я как раз думал, что месяц обучения должен стоить тридцатку. И, собственно, из этой концепции я и ценообразование… Я был просто шокирован, потому что, ну блин, я никогда не думал, что вот даже на такой штуке тоже деньги делают. Делают, и с батькой делают, у нас очень много. Понимаешь, мама приходит и говорит, Дима, хочу цветы делать, типа надо деньги, сколько? Тридц. Ну хорошо, мама, вот так и платят. Ну, онлайн-образование-то в чем преимущество? В том, что ты можешь заниматься у препода, которого ты хочешь, тебе не надо никуда ехать, ты сидишь у себя в Сочи, например, и тебе не надо ехать в Красноярск, например, или там в Германию. Да. Собственно, у нас первые ученики по рисованию как раз были люди, кому не было доступно участие в живых курсах. Да, да. Это очень хорошая тема, вот, и хороший критерий. Оценки, скажем так, жизнеспособности проекта. Окей, а то есть там запустились на миллион, дальше как вот от миллиона до одиннадцати? Какой процесс был? Дальше у нас был рост до примерно трех миллионов. Мы доросли, оборот, три миллиона был. Он был за счет просто органика? Мы продавали, наращивали каталожку и продавали, продавали, продавали. Ну так, пускали уже холодный? Еще не начинали пускать. Там мы только начинали экспериментировать. То есть вы до трех доросли на органике? Да. Круто? Да. Слушайте, ну а какие-то вообще охреневшие без холодного трафика на органике? Мы только, вот когда у нас был оборот три ляма, мы только тогда начали тратить деньги на рекламу и пытаться с ней работать. А как рефералы, рекомендации? Что это такое? Нет. Существующая база. Существующая база. Те, кто у нас там уже покупал. Ну база там зажигает? Каталожка. Ага. Ну нет, нет. Когда-то у тебя хороший продукт, не успел, потом допродаешь. Интересно. В общем, мы начали с этим экспериментировать, а дальше у нас случилось следующее. Мы поняли, что в системе, когда мы работаем, непонятно, что происходит с заказами и с пользователями. Ну... Вы как в курсе? Да. Ну то есть они есть, ты их можешь сегментировать, но вот как бы что делать прямо сейчас, не понимаешь. И мы тогда сделали такую штуку, называется процессов. В тот момент этой штуки не было ни у кого вообще. Когда ты визуально программируешь схему, это как раз то, чем учат на автоворонках и прочее. Все этому учат, все это делают охеренно красивые PDF-ки, но никто не знает, где делать. Да, да, да. У вас это, конечно, классно сделать. Вот. Мы сделали визуальную штуку, в которой мы описали, что делать в заказ. И мы на следующем, вот мы ее внедрили, и у нас на следующий месяц оборот стал 6. Еще раз, поконкретнее. Мы внедрили процессы, первый процесс был обработки нового заказа. Заказов или лидов? Заказов. Прям заказов. Заказ оставлялся после уроковой цепочки на каком-то этапе воронки, да, определенной? Ну, например. Ну, то есть... Ну, не критично, как он оставлялся, просто приходила заявка, говорит, я хочу купить вот это. Да. Я хочу купить вот это. И дальше залетал Gmail и телефон, и дальше, ну, примерно хотя бы, что происходило с человеком? Ну, ему звонили. Ну, просто раньше кому-то звонили, кто-то кому-то не дозванивались, кому-то еще что-то. Не было доведения до денег. А там бизнес-то касается, что если... Да, там не было доведения до денег, а здесь ты описал, что вот это ты должен обязательно довести до денег. Ну, то есть CRM внедрите, по сути. Да. С процессами. Но это все данные... Приоритезации какой-то определенный. В том числе, да. То есть каждый менеджер всегда знал, что делать. И после внедрения процессов менеджеры стали обрабатывать в четыре раза больше заказов, чем они обрабатывали до. Это вот буквально недавно у нас Сережа выступал. В Сочи как раз ездил, была конференция, и он как раз эту статистику там показывал. Ну, РК, запись есть или не знаю, как ее достать. У него прям есть статистика вот до и после внедрения и как в процессе все это шло. Ну, просто потому что над людьми появился контроль над продавцами. Они знали, что делать. Ну, да, да. И условно те же четыре человека, или сколько там работал у нас в то время, они стали обрабатывать в четыре раза больше задач. Потому что за них приоритизировала система. Система все делала. Вот это мы автоматизируем эту штуку. Да, ну, вообще, мне кажется, одна из ключевых таких историй отдела продаж, это именно приоритизация. Там, если четко выстроить, то точно там удвоиться можно. Да, и с помощью как раз процессов мы могли делать акции какие-то. Соответственно, акцию делаешь, ее нужно быстро обработать. И когда у тебя в один день приходит очень много заявок, распродаж какая-нибудь, ты не можешь сидеть и ждать, что там происходит. А тебе нужно так... Тебе нужно очень быстро обрабатывать все эти вещи. Вот, соответственно, мы сделали процессы, и это как бы помогло. И когда мы их внедрили, мы дошли до оборота примерно десятку. Это все, ну, то есть, немножко рекламы? И немножко рекламы подключили? Мы только начали тратить деньги на рекламу. Там, если говорить про рекламу, задача была научиться тратить деньги. Сколько тратить на рекламу? Просто на этих, на процессах. Ну, то есть, доросли сначала до трешки, потом бизнес-процессы включили, отдел продаж стал работать эффективнее. Да, я понимаю, просто интересно, ну, откуда входящийся поток, который даже вот... Ну, мы делали всякие экстримы. Вот сейчас у нас проходит экстрим-стетчик-3, да. Марафоны какие-то, да? Ну, то есть, совершенно обычные инфобизнес-вещи, мы их делали, это было прикольно. Ну, а покупали вы трафик сколько, ну, подписчиков в день? Я не могу сказать, сколько, я могу сказать, сколько мы тратили. Ну, да, да. Мы сначала тратили 10 тысяч рублей, потом 20 тысяч рублей. В месяц? Нет, в месяц. А потом 50 тысяч рублей в месяц, потом 100 тысяч. Наша задача была научиться тратить деньги на рекламу эффективно. И от этого у нас появился целый блок аналитика и трафика в гид-курсе. Потому что нам нужно было оценивать, кто когда по этим затратам приносит деньги. Этот огромный блок в гид-курсе, который анализирует трафик и его рои, он все это считает. Ну, а вы анализировали, откуда люди-то приходили, чтобы там 6 миллионов-то делать? Нет, я сейчас не могу это сказать. А какая разница? Они приходили и без рекламы. Все вышли, все вышли не приводили. Я могу сказать, что очень много денег приносит деньги, люди, которые уже у нас учатся. И мы расширяли каталожку, и мы до сих пор ее расширяем. Продуктовая матрица. Да, то есть продуктовая матрица должна быть хорошо простроена, с хорошими курсами ты можешь это все продавать. То есть плохие курсы плохо продаются, хорошие курсы хорошо продаются. Ты не можешь продавать говно много раз. Говно ты продашь один раз. А у вас сейчас в Калачевой, соответственно, на выручке 10 миллионов рекламный бюджет какой сейчас? У нас нет сейчас выручки 10 миллионов. На Калачевой выручка сейчас где-то 18-20 миллионов. Реклама в месяц? Да, реклама порядка там 600-700 тысяч. Офигеть вот эту эффективность. 600-700 тысяч при 18 миллионах? Просто, ну, интересно даже как бы откуда люди? То есть это просто рекомендации, они там друг другу... Ну, в том числе. Наша задача, чтобы они попали к нам на обучение, получили удовольствие первое, результаты. Вы как-то стимулируете, что там приведи друга, получи там подарок? Ничего такого нет. Это сейчас звучит как волшебство. Вообще вся реклама ведется только на бесплатные какие-то вещи. Это да, вид магниты. Я сейчас этим уже не занимаюсь и не могу там детали рассказывать. Потому что это очень много информации, я просто в голове держать не могу. Не, понятно. Ну, ты уже рассказал, что там 600 миллионов при там 18... 18, то есть это как-то такие, знаешь, соотношение затратной части результата какое-то такое очень... Ну, слишком фантастически крутое. Контент. Вы производите бесплатный контент и в каком количестве? Нет, практически не производим. Практически не производим бесплатный контент. В чем чит-код? В чем, да. Он производится. Вот мы делаем курсы, там участвует много людей и учатся бесплатно. Это марафоны. Типа того, мы их проводим там раз в год, раз в полгода. А сколько там человек участвует обычно? Вот смотри, когда мы провели первый экстрим скетчинг у нас был, у нас была база где-то 80 тысяч юзеров всего. До момента проведения. Когда мы его провели в первый раз, у нас база стала 170 тысяч. Плюс 90? Да. Да, это просто с первого проведения. Второй провели, там было чуть меньше. Это какие-то вирусные туда механики? Да, там было вот как раз приведи друга. Но эти приведи друга, они работают там один-два раза. Второй раз у них эффективность очень низкая. Поэтому вы раз в год, раз в полгода делаете? Мы делаем разные механики, пробуем, чтобы люди могли приглашать, чтобы было интересно. И сейчас у нас концепция немножко другая. Мы развлекаем людей внутри самого проекта. У нас там есть практически инстаграм. То есть мы пошли уже на кроссейл, апселл. На геймификацию. Вот геймификация. Я сейчас занимаюсь монетизацией геймификации. Потому что многие говорят о геймификации, но никто не может дать прямую зависимость, что ты вот внедрил геймификацию. Это вот принесло их денег. Да. Никто не может сказать. Все говорят о теории, как это делать. Все говорят, что было бы неплохо вот такие игры сделать. И все говорят о том, что это повышает юзер-экспириенс, удовлетворение от процесса. Но в прямой корреляции надо ли это делать, тратить на это деньги, на разработку, и это даст какие-то вот такие результаты, никто сказать не может. А ты сейчас уже есть какие-то… Мы уже дошли до такого момента, когда у нас там не остается больше ничего делать, кроме как экспериментов. Вот с такими вещами. И мы их потихоньку внедряем. То есть вы уткнулись так в какой-то потолок, понимаете, что нужно что-то сделать, чтобы еще вырасти и смотреть на… Да. Мы просто не знаем, что делать. Вот когда ты там растешь, ты знаешь, тебе надо процессы, тебе нужно каталожку, тебе нужен путь клиента. Каталожка – это продуктовая матрица? Сколько у вас продуктов сейчас? Ну там 30-40, наверное. А, вот так вот. То есть мы в течение долгого времени занимались тупо производством хорошего… Это на одну и ту же целевую аудиторию? Да, на тех, кто любит учиться рисовать. Ну порядок, назови там 5-7 названий просто. Акварель… Акварель, пастель, масло, скетчинг. Скетчинг у двух преподавателей у нас проходит. Это академическое рисование, все что связано с карандашом. Это целая серия курсов рисования головы, тела, анатомии. Вот целая цепочка. Условно, если ты заходишь в один курс, у тебя всегда есть там второй, третий. Сколько стоит один? Где-то 25 тысяч. 25 тысяч стоит такие софтовые… Да. Есть дешевле, есть меньше. То есть мы иногда распродажи делаем. Есть возможность купить дешево. Всегда есть возможность. Окей. Сколько средняя покупка, ну примерно, если ты не знаю эту цифру, знаешь? У меня сейчас нет ноутбука, так бы я посмотрел и сказал. Ну в общем… Ну порядок примерно. Ты сам как ощущаешь? Я могу сказать, что для того, чтобы его увеличить, мы сделали специальный процесс, в котором мы посчитали, сколько людей нам принесло до 100 тысяч, сколько принесло после 100 тысяч. Мы посмотрели, сколько они приносят, сколько количество людей и какую сумму принесли люди, которые принесли больше 100 тысяч. Круто. А вот какой процент больше 100 тысяч? Там была очень-очень маленькая сумма на начале. И мы сделали такой процесс с уникальным спецпредложением, который позволял тебе донести нам разницу до 100 тысяч и получить полное счастье, которое тебе нужно было. То есть мы могли сделать уникальное предложение для каждого пользователя такого. И у нас получилась такая система, мы ее назвали 6-12-18. Эта штука нам в месяц принесла после внедрения сначала 6 миллионов, только внедрение вот этой штуки мы отдельно эффективно все читали. На следующий месяц она принесла 12 миллионов и на следующий месяц она принесла 18 миллионов. Но вы ее назвали до того, как внедрили так или потом? Не-не, мы сначала внедрили, посмотрели, охренели, вот и потом это все еще произошло под декабрь, ну то есть вот у нас получилось в декабре там выручка была там 40 миллионов. Это в прошлом году? Да. Донеси денег и мы тебе выгрузим много курсов. Ну условно так. То есть один из ваших секретов? Ну у нас были эти курсы, мы уже сгенерили. То есть на этапе, когда у тебя 1-2 курса, ты не можешь так делать. А когда у тебя 30 курсов, ты можешь сказать, вот вам гиперпредложение. Да. В общем, один из ваших больших таких, ну не секретов, не секретов, то как ты мыслишь, это большой продуктовой матрицы. Ну ее нужно иметь, и нужно иметь возможность ее нарастить. То есть заниматься проектом, где у тебя всего 1-2 продукта. Можно, но это не так будет эффективнее, если у тебя там была целая линейка на 10-20 продуктов. Ну это хороший инсайт на самом деле для зрителей. Да, 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 это классно. Я как раз с командой сегодня обсуждал, там фри поблизости что-то. Мы, например, в астрологии ведем их четко по то, что там один месяц, второй месяц, третий, четвертый, пятый, шестой, сейчас дима, седьмой, восьмой записывает. То есть они знают… У вас другая фишка. У вас… Да, поэтому средняя покупка высокая, и они, ну я думаю, все время делать это распыление на разные продукты. Просто если вы сейчас сделаете… Смотри, у вас есть крутой продукт астрологии, который люди обсырятся круто, но это одна линейка на самом деле. Да, есть люди, которые не хотят астрологию, а хотят что-то дальше. Да, вот как акварель, гуашь, что хочешь, да, там масло. И тут получается так, вот тебе Таро, вот тебе Human Design, вот тебе там, не знаю, соционика. Да, да, да. Вот и еще что-то. У всех этих вещей есть свои нюансы. Одно сертифицируется, другое долго учится, а соционика все круто учится за день, но проблемы с типизацией. Ну то есть там куча подводных камней у всех этих систем, которые не позволят тебе гарантированно обучить человека за месяц, за два, за три, сказать, что ты через месяц будешь вот это делать. Но в художестве есть такое рисование? А мы говорим, что ты вот это научишься за полтора месяца. Вот мы тебе даем, ты можешь это сделать. То есть ты нарисуешь такую картину? Гарантию даете? Да, конечно. А, гарантию даете? Да. Что научится? А если что, money back? Да. Ну у нас очень маленький процент money back в районе. То есть есть какой-то итоговый экзамен, он там рисует? В общем, звучит это все как волшебство. Рассказывай в астрологии там где-где, в чем, потому что, знаешь, как вот есть же секрет успеха в бизнесе, он такой. Вот знаешь, как раз когда мы сегодня обсуждали, что вот бывает так, что пытаешься выйти в СМИ, чтобы просто пиарить проект, пытаешься, пытаешься, шкребешься, блин, ну не получается. Потом там уже переключаешься на другой проект, потом бац, пошли до ответа на эту редакцию, думаешь, блин, что где-то вот на небе открылось что-то. Или там в продажах тоже. Вот у нас автовебинарная цепочка. У нас автовебинар работает, это один и тот же вебинар, одна и та же аудитория, один и тот же объем трафика. И вот бывает там, хоп, пошла неделя, бум, там 100 тысяч в день, 200, 300 тысяч в день, ты думаешь, вау, наконец-таки пошло, что там, видимо, подкрутили, молодцы маркетологи. Потом чик, перекрыло, и так, типа 20-30 тысяч в день, так, что такое. И у меня сложилось впечатление, что вот есть какие там, условно, окна, там, как, куда, какая планета зашла, вот у тебя какие ощущения? Нет, тут недавно был конец апреля, там был ретроградный Меркурий, он всем передал привет. У тебя тоже отражается это? Конечно, все отражается, да. Но он встает, куда не надо. У тебя же было так, у тебя там, ты вот там пытался пробовать там другие ниши, там не шло, да, а потом бац, на ногти рисование, и у тебя там поперло. И у тебя в структуре выручки сейчас вот в декабре 42 миллиона рублей, сколько из них вот эти творческие направления были? Да, это все творческие направления. Я могу сказать, что вот есть платформа, есть обучение. Обучение занимает 90% выручки. А в 42-х это группа компаний, выручка? Группа компаний, которые занимаются платформой и занимаются обучением. А сила воли сюда тоже входит? Но основное это все же рисование вот это вот. Да, наши основные продукты. У меня есть секретные вопросы еще. Давай. Как ты делаешь новый запуск? То есть, например, есть какая-то абстрактная женщина, которая занимается там вот этими цветами, какими-нибудь искусственными? Все подручными средствами. Сначала тест на интерес. Ты делаешь, говоришь, что это делает? В команде есть? Я сам могу это сделать. Мне проще, проще самому это сделать. Я проверяю интерес. Интерес аудитории? Да, а собрать простую страничку. Что ты делаешь по базе, пускаешь опрос? Я просто делаю страничку, в которой говорю, чувак, если ты хочешь, запишись и смотрю на результат. И вы по всей базе или по сегменту? Нет, ну какой-то там еще нет базы. Мы же проверяем, базы нет, ничего нет. Но вы шлете... Куда вы? Человек, я говорю, вот размести у себя в инстаграме. А, ты смотришь эксперту? Конечно. Ну как, а как ты еще можешь? Ну вот только по своей базе. У вас стратегия такая, что вы не берете неизвестных экспертов. То есть вы берете, у кого есть аудитория... Да, сейчас нет смысла их брать. Смотришь аудиторию и смотришь реакцию этой аудитории. Слушай, ну интересная стратегия, да. То есть получается, как-то там набросали лендинг, цену ставите или бесплатно? Нет, просто делаешь одноэкранную штуку, говоришь, если тебе интересно, говори, да, все. Ну бесплатный курс какой-то, да? Ничего, просто тебе интересно, говори, да. Хотел бы придумывать. А если хочешь такой курс? Если тебя устроит, все устроит. Я Иван Петров, я открываю новый, я хочу вот новый курс, там будет вот это. Хочешь? Да. Хорошо, ну там собрал тысячу, да. Дальше что с ними? А дальше уже можно им продавать, узнать, что им надо и из гипотезы. То есть ты делаешь уроковую цепочку? Нет, я просто делаю лендинг и сразу продаю дуровой курс. Сразу вот по тем интересантам. Они сказали, да, ты говоришь, типа вот 25 тысяч платили. Я говорю, что в 1 марта будет курс и вот мы сейчас его продаем. Ну это а-ля подогретая аудитория. А что на лендинге находится? Ты просто продаешь курс сразу. То есть, ну как я не могу, то есть аудитория, ты представляешь, что уже подготовленная, она смотрит, за ней следит в инстаграме, как-то там что-то лайкаешь. Да, я говорю, у меня открывается онлайн школа, я буду онлайн преподавать. Ну ты говоришь, там 2 дня скидка 50%. Нет, ничего не говорю, просто тебе интересно, да или нет. Вот первые люди зарегались, они попали в гид-курс. Дальше им говоришь, чувак, вот у нас 1 марта начнется курс, вот он будет вот такой, тебе это интересно? Стоит столько-то. Стоит столько-то. И ты начинаешь сразу продавать. А, там расписаны модули какие-то там, да? Да, ты примерно раскидываешь. Отзывы. Они начинают писать, они начинают писать вопросы, ты начинаешь на них отвечать и дополнять курс. Такой, микро-мини-ПЛФ. Ну условно, ты начинаешь все равно с ними общаться и узнавать, что им надо. От этого ты допиливаешь курс, вот и ты просто делаешь. То есть они сказали, да, ты им кидаешь там полный курс, кто-то оставляет заявки, кто-то не оставляет заявки. И ты спрашиваешь потом в следующем письмо вопросик по базе, а что вы хотели бы еще, чтобы вам было бы интересно курс приобрести? Просто общаешься. Сейчас, сейчас. Просто пообщался. Окей. Анкету можно делать. Анкету можно делать. И по телефону там прозваниваешь, общаешься. Да, да. Делаешь ты там то, что вот там 50% скидка там 2 дня или там какая-то плавающая цена? Во время вебинара. То есть если мы делаем продающий вебинар, во время вебинара мы, конечно, делаем скидку. Кто является просто вот это интересно? У вас есть ли в команде человек, который вот эту вот всю цепочку структурирует запуск нового продукта? Ты сам это делаешь? Ну я нахожу сейчас, у нас есть люди, кто может заниматься проектами. То есть у меня нет сил заниматься проектами. Так. Потому что я проектор. Нет сил. И у нас есть люди, кто этим может заниматься. Я говорю, делай вот это. Я говорю людям, что делать? Говорю, надо сделать вот это, вот это, вот это. И люди делают. Раньше я это делал сам. Ну понятно. То есть... Сейчас по-другому. У тебя на каждый продукт ты как выстраиваешь? То есть вот у тебя, по-моему, сколько проектов? Два, по-моему, ты говорил, да? Два. Два проекта. Ну, скажем так, два с половиной. Они запускают новый продукт? Да. Ага. Окей. Но раньше я это все делал сам. И сейчас я какие-то основные штуки, я тоже говорю, как их делать. Но execution, скажем так, исполнение, он лежит уже на других людях. Ну окей. А потом трафик тут включается на каком-то этапе? То есть вы монетизируете там этого человека? Ну сначала ты проверяешь, что есть, а потом ты учишься тратить деньги на рекламу. Вот там задача научиться тратить деньги на рекламу с нуля рублей. Вот. Это просто одна из задач. У тебя ноль, ты тратишь 10 тысяч рублей, 20, 30, 40. Ты играешь, все сгибается. Ну конечно, там надо учиться тратить эти деньги. Нельзя просто так. Либо ты и каталожку наращиваешь, и деньги учишься тратить. Ну любопытный, конечно, подход такой интересный. Окей. А твои отношения с экспертами? То есть вот расскажи немножко про это. Сначала где-где и вот смотри, получается это же нужно их искать, вот словно девочка какая-то. Мы не ищем сейчас экспертов. А вот раньше как их искали? Мы просто шли по рынку, искали. Типа у кого много подписчиков? Да, и проверяли. Это какой-то бизнес-процесс или просто? Да, мы пытались из этого сделать бизнес-процесс, из которого мы нашли как раз силу воли. Нашли по фитнесу проект наш. Сейчас живет? Да, все живет, очень хорошо живет. Екатерина Усманова. А, это ваш проект Усманова? Да. Интересно. Прикольно. А Усманова до этого с кем была? Там, по-моему, был проект Bodylab. Bodylab, да. Да, он закрылся, переформатировался, а мы начали заниматься только проектом Усманова. Ну, она клевая, и мы все делаем, там все весело. Да, мне баззл больше. Хорошие планы там. Прикольно. Ну, то есть, какие взаимоотношения с экспертами с точки зрения деления долей, с точки зрения участия эксперта в проекте, там какие договорные условия? Конечно, есть все договора, если мы делаем партнерский проект, мы делим 50 на 50 минус расходы, если это наш собственный проект, в среднем преподаватель получает от 15 до 25 процентов. От выручки прибыли? Не от выручки прибыли, а от продажи его проекта. То есть, там вычитаются налоги, вычитаются менеджерские, все комиссии вычитаются, и там примерно остается ему… От маржи получается. Ну, от некой валовой там прибыли, да? Да. Окей. Это в наших проектах, поэтому наши проекты делать выгоднее. И задача сейчас – искать новые проекты, которые мы можем делать сами. А это уже зависит от бытия, которым ты живешь. Вы предоставляете некую такую финансовую отчетность, да, какой-то там P&L… А Гиткурс сам все это делает. А, Гиткурс сам делает. Ага. Он сам все рассчитывает, там начислений происходит перзаказ, скажем так, за заказ. Заказ прошел, и ты всегда можешь посмотреть, за какой заказ, по какой цене он был продал, что он был дешевле продан, дороже, еще как-то, и что с него либо у тебя там фикс начислился, либо процент, либо еще что-то. Там все это видно, все скапливается. Интеллектуальная собственность кому принадлежит? Нам. Все по договорам переходит на нас. Мы все права забираем. То есть изначально вы не проинвестировав ни копейки рублей… В наших проектах мы забираем права. В партнерских – принадлежит партнеру. Ну, может быть такое, что вы пришли, уже есть аудитория какая-то, и вы договариваете, все равно забираете интеллектуальную собственность и продаете по его базе. Не было такого. То есть ваши проекты – это то, что вы по своей базе продаете, соответственно? У нас нет своей базы. Нет такой своей базы. Мы начинаем проект, там базы ноль. И вот мы туда набираем, и она становится нашей. Но потом вы кросселите между базами же? Нет. Вы не кросселите между базами? Нет, конечно. Бесполезно. Эффективность этого действия – ноль. Потому что доверие именно этому эксперту… Ну, ты занимаешься здесь ногтями, а здесь ты рисуешь. Здесь люди любят одного человека, а здесь другого. Но между художниками… Нет, это бесполезная штука, трата времени. Ну, хорошо. А сколько сейчас проектов, которые стабильнее генерируют, там, ну, больше миллиона, например, в нише этого рисования? У нас один. Наш проект. Нет, но есть же много там акварель, там, это, то, все, там… Не понимаю вопрос. Ну, внутри Калачева School несколько экспертов или только Калачева. Ой, там, там очень много преподов, я не могу сейчас ответить. Суммарно считается, а что, какая там разница, что приносит? Каждый месяц что-то другое продается. Нет, ну ты же говоришь, да, что они не продаются по… То есть у каждого своя микробаза, то есть, по сути, как… Да нет, это одна база, одна база в Калачеву School, наш проект собственный. Мы говорим, у нас появился новый продукт. Ну да, ну так вы его скидываете по своей e-mail-базе? Да. А, ну вот. Ну, я-то думал, ты вообще… Это же не разные проекты, это все в рамках одного проекта. В рамках проект – делай, что хочешь. Окей, окей. Но мы по фитнесу не продаем рисование. Ну, понятно, да. Это понятно, да. Это разные бизнесы уже, да. Это все очень защищено и никак не пересекается, и мы следим, что это не пересекалось. Окей, ну, конечно, очень интересно. То есть, вы конкретно прям бесплатный контент не производите, там, контентные порталы, там, где много всего там… Нет, контент очень какой-то простой. Вот, например, в мастерах красоты он производится. И мы даже пытаемся сделать так, чтобы люди сами его производили, и мы за деньги платим. Но это не очень там системно происходит. Ну, пользы особые там не несет. То есть, вот просто, да, чтобы как-то понять картину, то есть 30 продуктов, там, единая какая-то база, там, есть какие-то микросегменты под разные там продукты, которые вы, по сути, там, у экспертов в некотором роде там набрали, да? То есть, вот, есть какой-то план запуска вот этих всех продуктов, там, по месяцу, да? Да, потому что когда их много, и ты их должен продавать, ты должен запускать по одному продукту в неделю, условно, ротировать их. Ты должен такой график сделать, чтобы они не накладывались. Это все влечет в то, что ты должен слать людям там письма, сообщения, коммуницировать с ними. А когда у тебя их в базе 400 тысяч, например, у нас в школе рисования 400 тысяч подписчиков сейчас. Вот, и когда ты каждый день что-то должен им слать, это прям серьезно. Ну, это задача, мы решаем сейчас сегментированием. Ну, да, то есть мы стараемся сегментировать, и сейчас переходим к тому, чтобы это было автоматическое сегментирование. Гид-курс сейчас, мы пытаемся научить это делать. И это происходит от того, как люди итерируют с сайтом, как они общаются с ним. Мы сейчас от этой концепции пытаемся отстроить новый тип сегментации. Ну, он, собственно, всем тоже будет доступен на гид-курсе. Он какой-то будет виртуальный, как IR? Он будет... Если человек, условно, он смотрит какие-то работы, смотрит, что ему интересно, мы знаем, что ему интересно, и его автоматом сегментируем. Я бы хотел вот то, что я просто вспомнил про это. То, что ты мне показывал, когда мы там сидели в чехане. У Марата половина, да? Где-то продаж идет через партнерские, партнерское участие. Тем, кто... Не половина. Много как-то. Не-не-нет, это не то. Это не половина. Очень маленькая партнерка. То есть мы... Партнерка не особо. Наоборот, я не особо верю в партнерские такие штуки. У нас есть партнеры, которые наши же ученики. И они могут зарабатывать. Они зарабатывают. Это рефералы. Это небольшие... У них нет таких возможностей массово это все делать. Мы пробовали всякие CPA, сети и прочее. Это все приводилось к тому, что мы трафик можем это отслеживать, смотреть, откуда они ведут, Какая у него эффективность, что там происходит. Мы сразу начали ловить... Кто нам? Ботов. Ботов, да. И там задача... Они делают ботов, чтобы нас скормить. И мы делаем защиту, чтобы сказать, что это боты. И никакой эффективности... Боты не покупают ничего вообще. И поэтому, когда ты платишь за CPA, тебя пытаются гарантированно оборвать. Все, кого я знаю, на российском рынке. Да, да, да. Все это... Это 100% ботнет какой-то, которые пытаются научить что-то делать. Ну, окей. То есть, получается, ты вот базу 400 тысяч человек собрал, там, частично это какие-то марафоны были, там, да, раз в полгода, там, раз в год. А что-то от экспертов пришло, от кучи разных, там, то, что вы по ним запускались. Ну, ты берешь эксперта по, например, по пастели. У нее там 70 тысяч базовый в инстаграме. Ну, сколько они приходят? 5-10 тысяч оттуда перекачается. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть все и перекачиваешь. Разных экспертов с большим количеством. В общем, чит-код основной у Марата, это все же звездные эксперты. Не только. Это хорош, не обязательно звездные, но это мастера в своей профессии. Да, 70 тысяч подписчиков, это нишевая такая звезда. Нишевая, очень нишевая звезда. Но самое главное, что люди хотят этого человеку учиться. Если она уже привлекла людей, то, во-первых, ее можно монетизировать, а потом есть понимание, что если ее качать, то будет такая виралка идти, и не нужно будет тратить бюджет. Интересный подход. Интересный подход. И она сама является СМИ. Не нужно строить какой-то контентный портал, потому что сейчас же, как говорят, СМИ становится… Контентный портал все равно нужен, и этим надо заниматься. Это просто очень сложная, серьезная работа. Но это next level для вас еще типа того? Или… У нас это есть, но мы развиваемся, чтобы он происходил с большей автоматизацией. Потому что просто так, что сидит несколько человек, там что-то пишут, выдирают контент и ищут хорошие работы, например, среди пользователей, те, кто рисует. Я пытался это автоматизировать, это в несколько итераций мы пытаемся проверять разные гипотезы. То есть у нас есть и рейтинг был, который тебе автоматом, например… То есть это был user generated content такой? Ну, условно, люди рисуют, загружают работы. Вот у меня была такая часть, это вот весь 16-й год и 15-й это работало. Ты заходишь, например, и он тебе показывает за месяц лучшие работы под наибольшее количество лайков. И ты всегда видишь хорошие работы. И в каждый момент времени ты все равно видишь новые работы, которые хорошие. И мы их, например, выводили в сейлзак автоматом. Например, ты смотришь сейлз по акварели и тебе показываются работы учеников, прям реальных учеников, которые лучшие. Не все, не абы какие, а тебе показываются всегда лучше. То есть там куча таких вещей, которые мы пытались все автоматизировать и оно все работает. А сейчас мы делаем вообще у нас фит и будем все равно переходить 100% в мобайл-френдли. Потому что трафика мобильного очень много. И это меняет концепцию того, как люди пользуются сайтом, что они делают, зачем они туда заходят и как они взаимодействуют с ними. Почему люди платят 25 тысяч рублей за рисование? Что они хотят? Как ты это объясняешь? Какая выгода? Ну, во-первых, это эдитеймент, это развлечение и обучение. Первое. Второе. 95% нашей аудитории это женщины. Третье. Они творческие, они хотят научиться красиво что-то делать. Вот. И мы их учим это красиво делать. У них получается красиво делать. Они общаются среди своих единомышленников. Вот. И это весело. Это состоявшаяся такая уже аудитория и частично состоятельная. Или наоборот? Ну, там разные же аватары есть. Ну, разные аватары есть. Я не могу сейчас их точно сказать, что вот этот аватар приносит столько-то, этот столько-то. Есть люди, кто приходят попробовать, смотрят, у них получается. И вот мы сейчас сделали продукт вообще крутой. Я вспотел его делая. У нас получился тренинг, который суммарно там на 30 часов видео по рисованию. Обычный тренинг, который долгий на полтора месяца, получается где-то 9-10 часов. Ну, вот средний. А здесь он получился 30, да. Но мы сделали так, что ты приходишь и тебя спрашивают, ты хочешь рисовать пейзажи? Хочешь рисовать там натюрморды? Он такой интерактивный уже. И он тебе уроки под тебя поставил. Под то, что ты хочешь, он тебе дает, да. Варианте дает попробовать все. Например, карандаш, пастель, акварельку. Тебе дают технику, но примеры дают из того, что ты хотел бы порисовать. Чтобы прямо контент записывали полностью или брали что-то из других. Не-не-не, мы прям взяли, я это снял, смонтировал. Я говорю, я реально чуть не умер. А все первые курсы… Ты был таким проектом? Нет, я их делаю сам, всегда сам. В смысле, все такое сам? Я их сам снимаю и сам проектирую. Монтируешь? И монтирую тоже. И монтируешь? И монтирую тоже. Ты какой-то маньяк вообще. То, что я снял, я еще и монтирую. У меня правило такое, кто снял, тот монтирую. У нас есть люди, кто снимает в последующие курсы, когда людям я ставлю задачу, и они снимают и монтируют. Но с первым преподавателем, первый курс или какой-то специфик, который придумали, я все делаю сам, я смотрю, чтобы люди не сделали его мне. Офигеть. У тебя такой повышенный контроль, то есть ты управляешь командой и плюс еще… Ну или любовь. Что это такое? Контроль или любовь? Это мне нужна гарантия, что сделают все как надо. Контроль, значит. Это я могу сделать только сам. То есть вот есть эксперт, он там рассказывает, как ты это… Да, я говорю, ты ерунду рассказываешь. Я вот с этим не согласен, давай-ка мы поговорим об этом. Давай-ка мы переснимем урок. Начальный урок по рисованию яблока, который идет полтора часа. Потому что он должен быть 15 минут. При этом ты сам рисовать не умеешь. Не умею. Но я все понимаю, что делать. Да-да-да. Вообще курсы, когда снимаешь, любые курсы, вообще любые, не связаны ни с чем, когда ты с хорошим преподом это делаешь, и ты отснял курс, посмотрел, то есть ты знаешь, из чего он состоит, есть полное ощущение, что ты вот сейчас это все знаешь. тебе вот дадут кисточку, тебе дадут там станок фрезерный, и ты сделаешь наращивание, нарисуешь вот эту большую акварельную картину по-сырому, что хочешь сделаешь вообще. Букет. Ты становишься таким методологом, да, по сути. То есть вот есть эксперт, он говорит, сейчас тебе объясняет, он говорит, слушай, ни хрена не понятно, дай-ка сядем чтобы человек объяснял это. Прикольно. Либо с человеком придумываю, не только даю, не только задаю вопрос, но и даю еще решение, как это сделать. А ты это только в рамках рисования или там с силой воли, со всеми? По силой воли я сейчас начинаю. Сейчас у нас есть отдельный человек, кто занимается методологией, это Ваня. Вот, и он, собственно, тоже крутой в этом. Он спокойно занимается, он все расписывает, и он следит, он задает точно такие же вопросы, они очень качественные, и, собственно, когда он проектирует курс, он за этим следит. Я слышал у вас заучить, вот методолог заучит одно и то же, или это... Мы сейчас только нашли второго человека, чтобы мы могли производить больше курсов, а я не могу производить больше курсов один. Мы нашли второго человека, который я просто заставил пройти все курсы, которые у нас есть. Вот он сидит и учится в данный момент. Прикольно. Зарплату получать? И получать зарплату. Ну, собственно, об этом... Да, у нас был огромный... Мы долго думали... Обычно мы берем деньги за обучение, а тут, получается, мы еще деньги платим за обучение. У нас диссонанс происходил, мы долго думали, нужен нам только человек или нет? Или мы найдем человека, чтобы он нам еще денег заплатил? Смотри, вот то, что я заметил из нашего сообщения, что в рынке онлайн-образования или инфобизнеса, как его называют еще, большинство делает акцент на маркетинге и на продаже. И как бы продукт он так, второстепенный, третьестепенный, четвертостепенный, пятистепенный. Ты делаешь акцент на продукт, в большей части, в голове у себя. Скажем так, я всегда об этом думаю. Из-за того, что я не могу потратить время сделать говно, которое мы потом потратим усилия и не продадим, не продадим второй раз, не улучшим его. Но нет смысла делать ерунду. Можешь ли ты сказать, что внутри тебя есть такое понимание, что если продукт качественный, он гораздо легче продается? Да, легче продается. Мало того, что легче, там просто будут у людей результаты. А если у людей будут результаты, нам проще будет показать, что у людей есть результат. Я вот заметил просто по своим продуктам, что появляется некое саморазрешение к тому, чтобы много на нем заработать. Бессознательно по-другому как начинает работать. Нет, ну просто ты знаешь, что ты клевую штуку сделал. У тебя есть, ты точно знаешь, что, блин, чуваки, акварель хочешь научиться рисовать. Вот у меня есть курс, гарантированно нарисов. Я это тебе говорю не просто так, ну там вот есть какой-то курс, ну попробуй. Нету, нету эффекта того, что ты впариваешь или что-то. Там прям реально рабочая штука. Продавцы тогда, когда продают, у них тоже в голосе другая уверенность тогда. Да. И ты, когда управляешь тоже продавцами или там ропами, я не знаю, как ты управляешь, тоже получается другой посыл, да, энергетический в некотором роде. Ну конечно, они уверены, но они все уверены, что у нас хороший продукт, да. И мы, мы, у них у всех есть доступ к этим продуктам, они тоже могут учиться, они учатся. Кому интересно, они уже пытались их даже заставить, мы пытались даже заставить учиться и давали бонус, что если ты проходишь какие-то курсы, ты получаешь какой-то бонус в твоей зарплате. Ну там, не могу сейчас сказать, чем инсу закончилась. Но у них есть доступ ко всем курсам, они могут учиться совершенно бесплатно. Есть, я знаю, что есть люди, которые учатся. Кто-то худеет, кто-то еще что-то. И в разговоре потом они знают, как это работает совершенно точно. По-другому могут триггерить людей. Круто. Это, ну, это очень такой сильный, на самом деле, инсайт для большинства из российского рынка инфобизнеса, на самом деле. Это то, что в первую очередь мощный акцент на качество продукта. Да. Расскажи про ваш кейс с Павлом Волей, то есть это такое, работа со звездой. Насколько это сложно, где вы нашли, где вы познакомились, как эти все отношения развивались? Ну, я бы не сказал, что это было супер легко, но когда мы договорились, как мы работаем. Как вы вообще нашли? Это пошло легко. Мы просто написали менеджеру, встретились. Встретились, да. У нас был процесс, когда мы искали с кем работать. Мы, собственно, предложили… Второй год был. Получается, 15-й. Да, это осенью 15-го года. Собственно, мы встретились с менеджером Ляй Сэн. У них тоже были подобные идеи. Мы предложили эти идеи реализовать вместе с нами. Они размышляли. И в итоге мы просто сделали продукт вместе. Мы научились с ними работать. В тот же период вы с Юркой Белановиченко общались. Юра Белановиченко, знаешь? Да, общались. Мы пытались с ними запускать. Вот как раз, когда мы делали рассылку по их базе, у них база оказалась вся мертвая. Мы поняли, что там… Да, да. Мы как раз с Юркой бегали по пустыне Сахары. Обсуждали. Он рассказывал про гид-курсы. Это первый раз услышал. Ну, собственно, это вот… Ты делаешь тест. Это простая страничка. Мы там делали по продукту, как научиться ребенка читать. Все, я понял. Значит, трехлетнего ребенка читать. Вот. И поняли, что при мертвой базе ты ничего не сможешь донести людям. И людям… Люди не хотят учиться, учить своих детей читать в три года. Они хотят, чтобы кто-то поучил их детей читать. Ага. Но сами время тратить не хотят. Это вопрос продуктовки, что ты делаешь… Ну, вот так есть, как получилось тоже. Есть эксперты, аудитория, есть гипотеза. Отправляешь и потом понимаешь, что ты не купили. Понимаешь, что, во-первых, база дохлая, открываемость плохая, да? Да, да, да. Во-вторых, оффер не тот, который… Ну, ты там рассылаешься, там тебе люди пишут, вы кто? Что вы мне пишите вообще? Это, кстати, когда с базой не работают. Потому что я знаю, что у ребят, у них большой поток трафика. Даже сейчас идёт от книжки рождённый… Нет, не рождённый с характером, а после трёх уже поздно. Там около ста тысяч емейлов уже сейчас там собралось. Но им ничего не идёт дальше, и люди подписались, и всё… Окей. Ты понимаешь, во всей этой цепочке, Серёжа подтвердит, в цепочке инфобизнеса книга, наличие книги – это один из первых шагов, который у тебя должен быть. Да, да. И ты можешь сделать продукт, и всё равно ты придёшь, чтобы у тебя была книга. Эта книга называется «Бизнес книга». Она пишется по совершенно понятной модели. Этим моделям учат. Мы знаем, кто так учит писать книги за две недели. Примерно они написаны по этой схеме. Вот типа PDF эти все, да? Это всё то же самое. Там просто идёт некая концепция, которая запакована в бизнес-книгу. Просто люди об этом не знают. Обычный человек, он видит книжку, у которой есть название, у которой есть какая-то концепция, там что-то донесено. Все книги, которые у нас есть на рынке по маркетингу, бизнес-книге – это всё как раз для того, чтобы продавать… Это там что-то. Все книги переводные иностранные – это бизнес-книги о том, люди продают свои большие курсы. «Богатый папа, бедный папа» – это курсы по инвестированию, а для нас это «О, какое открытие, какая клёвая книга». По PLF у Джефф Волкер продаёт PLF, а у нас «Ой, книга-запуск». Какая клёвая штука. Ну, то есть это пережёванная с остатком ещё на 2-3-4 года, иногда там на 5 лет. «Ой, книжка Дэна Кеннеди, ой, как клёво». У него свои задачи, а для нас воспринимается «О, книга, чтение, я сейчас здесь что-то узнаю». У нас это же так не работает. И в этой истории с книгой после трёх – это примерно такая же история, что есть вот фронт-энд, и там не отстроена вот вся часть. Просто они её взяли, перевели, она для них генерит людей к их франчайзе. И всё, то есть вот у них вот шаг вот один, и он может быть хорошо работает, но не более того, там вот дальше вот этого нет у них, и они не понимают, что там делать. И это им не объяснить. Ты приходишь, говоришь, вот надо так, а тебе говорят… Ну они по-другому. Мы сами смотрели такая, Юра красиво выступает, когда он выступает, у него хорошая конверсия. Да, так тоже можно. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Оценки я никакой не даю. Я просто говорю, что в теории можно лучше, но это объяснить человеку нельзя. Он только сам через себя он сможет вырасти и что-то поменять в своём бизнесе, отношение к нему, модель и что-то пробовать. Если есть сеть, просто сделать кучу франчайзи. Я не помню, какая у них статистика по закрываемости. По-моему, не очень всё хорошо. То есть реально, если человек открывает точку, там они все сидят и ждут, где клиенты. Где клиенты? Где клиенты? Где клиенты? И там, конечно же, надо обучение отстраивать, обучение франчайзи в первую очередь. Как, что делать. И там надо вот в эту сторону копать и копать, копать. Я не знаю, что… не франчайзи, я не знаю, что они делают в эту сторону. Ну ладно, это там даже неинтересно для зрителей. Расскажи, что у вас с командой? Нет, давай про Павел Волю. А, да-да-да. Извини. Ничего, Паша очень клёвый. Подписывайтесь на его инстаграм. У нас с ним очень клёвые курсы по гимору. Я расскажу. Идея сделать некий проект, который тоже может нести пользу и при этом зарабатывать деньги, она как бы всех увлекает. И у нас это тоже сходится с нашим предупреждением, что мы можем нести пользу и зарабатывать деньги. Это всё вот вместе, это всё работает. И у них тоже такое же убеждение. И мы сделали курсы сначала с Лейсян, потом с Пашей, которые несут пользу и приносят деньги. Вот. И в том, что иначе это не работает. Мы на одном курсе посмотрели, как мы можем работать, получили первые деньги, вторые деньги, сделали второй курс, отладили работу. И сейчас мы идём работаем над каталожкой, снимаем курсы разные. С ними? Да. Они прям сюда приезжают, здесь пишут? Да, здесь вот в соседней комнате. Иногда здесь, иногда, если это нужно по физике, ну я имею ввиду, нужно махать ногами и прочее, мы снимаем просто помещение большое с эклорамы и там всё снимаем на другие камеры. Вот всё. И мы пообщались, они такие пошли думать. Долго думали? Думали месяца два, но в итоге приняли решение с нами. А я видел, они там брейстормились в Ташкиевом, в Инстаграме какие-то выкладывали. Вот они попробовали с ним поработать. То есть вы им тему продали? Они пробовали с ними работать и всё равно работают с нами. Потому что мы довели до денег. Там доведения до денег не было. Вы делаете по ним примерно 6 миллионов? Ну, примерно, да. Окей. А по условиям 50 на 50? Минус расходы. Ну, то есть в отчёт, в ГИТ-курсе? Да. Ну, то есть бухгалтерия вся считается, есть с их стороны финансист, с нашей стороны финансист. Это всё каждый месяц сводится. Расходы все согласовываются. Ты не можешь просто так потратить деньги. И там идёт обучение кураторами, по большей части. И кураторами, и Паша смотрит, и Лясян смотрит, и звонит она иногда. Тем, кто плохо себя чувствует, она прям звонит. В премиальных пакетах. Нет, просто вот ей иногда хочется, она берёт звонит. Паша отвечает. Ну, и кураторы там очень хорошие. То есть там кураторы профессионалы своего дела. Не просто кто-то набранный судится. Вы вместе искали где-то их? Конечно. Ну, всё, что связано по юмору, Паша дал просто своих авторов. С кем он работает. Каждый день они пишут монологи. Это comedy, авторы comedy. Круто. Вот. Для них это тоже интересно. Хорошие ребята. Сколько примерно у них ZP там? 200? У них не ZP, они получают процент с продажи курса. То есть как мы продали, да там. А там как-то тоже на ZP? Заведение, они берут заведение, да. Ну, у нас есть по стендапу, по юмору. Они за каждого ответа получают что-то? Конечно, да. Это потому что это серьёзная нагрузка. Это не просто 100 клиентов обучить. 100 клиентов тебе в день пишут 100 вопросов. 100 вопросов. Ответить каждому хотя бы 10-15 минут. У тебя... То есть да, есть какие-то вопросы, минута, полминуты. Быстро можно ответить. Но где-то надо отвечать много. Я в курсе, в школе рисования прям специальный курс у меня есть. Я его до сих пор произвожу. Я знаю, что это такое, отвечать большому количеству людей. Угу. На иногда глупые вопросы и объяснять им, объяснять заново, переписывать урок или там ещё что-то. Вот. Окей. А запуски, получается, идут по аудитории Паши в Инстаграме? Ну, они у нас в базе же уже все есть. Вы всех уже перекачали. Вы всех уже перекачали. Сколько сделали до этого публикации? Не знаю. Не считали. Там было сделано в достаточно необходимое количество. И каждый раз оно делается. Ну, сейчас же они всё равно пиарят эту тему регулярно. Раз в месяц, раз в квартал. Да нет. Вот каждый раз, когда нужно, это всё делается. Там нет такого, что, ой, можно к вам записаться. Они верят в проект, они любят этот проект, они знают, что этот проект приносит им деньги, а людям приносит результат. И поэтому там не стоит вопроса не делать. Мы все плывём в одной лодке. Трафик там включали, не включали? Не могу сказать. Этим занимается Ваня, я туда не лезу сейчас. Окей, интересно. То есть сила юмора плюс Лейсан это там около 6 миллионов. Да. А Усманова? Недавно взяли её? Недавно? В пятнадцатом году. Ну, там примерно такие же. Она, я помню, вот 10 миллионов она делала при первых там запусков. Прошлась по инстаграммам звёзд и там вышла на десятку. Это то, что я помню тогда это было. Она вышла на бизнес молодость. Давай так, откуда у тебя эти цифры? Из двух, из нескольких источников. Один это она сама вышла на Боэми и там рассказала об аудитории. А второе это источник, ну как близкий к ней, который с ней общается и выделает эти цифры. Ну, я тогда ещё занимался. Я знаю про эту тему, мы тоже пытались там как-то сотрудничать, пытаться начать или что-то. Не, мы просто когда выбирали с кем будем работать, Вадюк был тоже в списке, мы знали, что ты ими занимаешься. Смысл был в том, что одно дело тебе говорят, а другое дело ты в бою проверяешь совершенно другие вещи, ты получаешь. Другие цифры. Это задача была после того, как они проект там закрывали, вернуть в нормальное состояние, сделать стабильный рост у проекта и держать его на уровне. Что мы сейчас и делаем. Ну, сколько сейчас, ну просто там. Ну, в пример такие же цифры там. 5-6, да. Сейчас около 10. Нет, 5-6. А, 5-6. Ну, круто тоже всё равно. Но это много работы, да, это много работы, много роликов снимается, вебинары здесь проводятся. То есть у тебя два проекта там, Ванеско. Это Ваня, он и занимается этим двумя проектами. А, и кто-то ещё занимается Калачевой, да, соответственно? Калачевой занимаемся, да. Мы. А, то есть ты сам как директор? Нет, я Калачев, я только идеи придумываю, продукты делаю. Я продуктовкой занимаюсь в Калачеве. А кто управлением занимается, командой? Организационным. Ну, вот там. У нас есть Матвей Калачев, он и занимается. Матвей Калачев? То есть это муж там? Да. Вероники. Вероники. Ну, окей, интересно, потому что, по сути, это человек, который, ну там, родственник самой Вероники, как бы, с тобой не связаны, у тебя нет внутри такого риска, что, там, они возьмут и уйдут, там, все точно. Нет, он просто наш четвёртый партнёр. Удиви нас, ты уже понаудивлял по многим. Какая маржинальность у вас в целом по бизнесу? Вот, к примеру, в декабре вы 42 миллиона сделали, и сколько там было? Там была маржинальность порядка 40%. То есть на таких объёмах... 35-40%. На таких объёмах можно задержать... За маржинальностью мы следим, и за средними чеками следим, смотрим, где они у нас падают, начинают где-то повышать, что мы там продаём, почему упало, чтобы нового продать, где мы можем денег добрать. Круто. Следим, следим за этим и делаем такие продукты. Поэтому собственные проекты делать выгоднее, чем партнёрские. Потому что там у собственных проектов маржинальность выше, чем у партнёрских. Понятно. Ещё вот интересный вопрос сейчас подумал. А у вас какая-то иерархия между партнёрами есть? Вот у вас там 4 человека, кто-то в гениальной деревне... Нет, равнозначные. Всё равнозначно. И есть договорённость, что мы принимаем решение единогласно. То есть если кто-то не против чего-то, то мы это не делаем. Либо мы откладываем до какого-то состояния, разговариваем, общаемся до состояния, когда это решение принимается. Но если там трое что-то решило, и один не в теме, это всё блокируется мгновенно. Смотри, мы с Сергеем часто пытаемся провести аналогию между инструментами продаж, маркетинга, качеством продуктов, уровнем удовлетворённости, НПС. И откровенно, не всегда, а то и вообще не видна часто корреляция между тем, что идут продажи от периода к периоду и между бизнес-механиками. А, естественно, и начинаем искать ответы в астрологии и ещё в чём-то. Это как у тебя. Ты один был, у тебя мозг, человек системного, полномерного. И вот сначала у тебя не получалось в других нишах, а потом в творческих пошло. И в творческих идёт круче даже, чем у звёзд. Казалось бы, Воля, у него аудитория миллионная. В Инстаграме вообще можно, значит, ещё больше делать. А пока обороты не такие. Ты связываешься с тем, что пока не набрали достаточно продуктов, или всё же у тебя мозг кармически больше с творчеством совместимости? Я даже не знаю, что ответить. Странный такой вопрос. То есть ты смешиваешь ли в голове бизнеса какие-то инструменты и, к примеру, астрология, предрасположенность, предназначение? Астрологии мы смотрим всё, что связано с дирекциями. Смотрим по… С дирекциями? Ну, например, то есть мы знаем, у нас есть компания, у неё есть дата регистрации. И дату регистрации мы специально подбирали, чтобы у нас в нужный момент, в нужное окно было зарегистрировано. То есть как день рождения компании? Да, мы выбрали подходящий и зарегистрировали в нужное время. Это уже после какого-то времени, когда вы уже… Ну, сначала там у меня было ИП, я его просто зарегистрировал, а потом уже… То есть оно всё равно получилось хорошим. Но когда мы пришли уже к тому, что нужно делать компанию, где мы четыре учредителя, мы все связаны там, мы уже выбрали время и зарегали правильное время. А это по human design или… По human design это отдельно, мы смотрим и вот в следующем видео мы об этом поговорим. А это западная астрология ведического? Это западная астрология, всё же связано с натальными картами, дирекции там смотрим. А по human design мы смотрим, какая… Там есть такая штука, от даты рождения на следующий год ты можешь посмотреть, какая у тебя энергия будет активирована. Вот, либо в композите с кем-то, либо отдельно тебя. Интересно прямо, что в бизнесе не мы такие только там, да, долбанутые на эзотерику. В общем, с этими штуками мы знаем, у кого какие будут проблемы, в каком канале условно, или какая дирекция будет проигрываться. Мы смотрим и так, и так. И мы к этому готовы заранее. И мы это проверили в шестнадцатом году и в семнадцатом. Мы знали, что будет происходить. Мы к этому были готовы. И просто, зная, что летом будет просадка, в каком она месте будет, мы заранее начали копать. Естественно, после того, как просадка просела, мы в август и в сентябре уже… Вы сами разбираетесь, или у вас есть какой-то астролог? У нас есть астролог, потому что у нас нет этой компетенции. Но есть вот Катя Васьянова, моя подруга. Собственно, все вопросы… Там же надо корректно задать вопрос. Нельзя просто прийти к астрологу и тупить. Да. Это можно сделать в первый раз. Но потом, если ты начинаешь проживать какие-то вещи, ты можешь, если ты себя не хорошо ощущаешь, а соединяешься с собой настоящим, ты можешь задавать корректные вопросы, на которые тебе дадут хорошие и правильные ответы. Интересно. Которые ты можешь, как нужно тебе… А членов команды вы отбираете основываясь на… Нет, членов команды мы еще не отбираем и, наверное, в следующем этапе мы сможем это делать как-то проще. Но мы смотрим всех. Да. И, например… То есть я сейчас сделал проект, это HD-дейтинг. Вот. Я его хочу потом вырасти в HR-тему, когда ты можешь… Ну, например, концепция. Можно собрать отдел продаж, потому что они работают у нас группами. Ты собрал здесь шесть и здесь шесть человек. Вот ты можешь собрать группу, которая эффективно работает. Одна и вторая. Просто по комбинации нужных каналов. То есть ты можешь пересобрать так людей, которые будут эффективны, работают в группе. А про дейтинг ты сказал? Это что? Это дейтинг прям для пар? Это отдельный проект. Наверное, в следующем видео, да, мы поговорим? Ну… В общем, это по дизайну человека. У меня был тоже эксперимент такой. Я хотел проверять на совместимость людей. И как раз, который обучает… Он как бы рассказывает о тебе, дизайн человека может рассказать более простым русским языком. Я, собственно, сейчас сделаю такой проект. Образовался? Тоже в нем… Это астрологический, условно, проект. Не астрологический, а по дизайну человека проект. Там есть калькуляция, есть параметризация, поиск и подбор девушки или мальчика, который лучше всего тебе может подойти по определенным признакам. Интересно. Окей, ты более подробно тогда сейчас расскажешь ребятам в чакре прокачки, соответственно, кому понравилось? Хотелось спросить еще немного, там, почти закончили, про продукт. Какие вы делаете механики, там, есть ли у вас игровые механики, там, есть ли у вас история с чатами, сколько там детализации от живого чата? Скажем так, чат-боты мы начинаем использовать, но чат-боты в Телеграме. Чат-боты внутри продукты, я имею в виду? Нет, сейчас активно мы этим не занимаемся. Что в продукте крутого? Есть уроки крутые? Крутые уроки, работа под педагога. Крутой педагог тебе отвечает, тебе каждый урок в чате отвечает? Нет, у каждого видео урока, и у каждого урока, он не обязательно может быть видео, есть задание, либо есть возможность задать вопрос. Ты его можешь спросить, и если ты корректно построил обучающий процесс, разрезал все на нужные кусочки, в нужное место их поставил, то человек, проходя, у него появляются вопросы, он их задает в нужном контексте, и человек ему может отвечать. Вот прям вот, мне не понятно, мы рассказываем про синие карандаши, ну условно. А чат-бот у нас есть, для учителей чат-бот, для просто люди, когда подключаются к нашему боту, это у всех пользователей гид-курса, такая возможность есть, иметь свой чат-бот, который тебе будет присылать, что тебе ответил преподаватель, тебе ответил что-то, это все есть. Так, сейчас я хочу с программой просто закончить. То есть, получается, есть вот такие уроки, они там, он выполнил урок, дали ты следующий, да? Да, ты говоришь, вот, сделай сначала вот эти три урока, и мы тебе откроем дальше. А есть ли общий поток, общая движуха, или это уроки, которые там можешь с тобой додать открыть? Есть опция, в которой ты можешь для каждого педагога, для каждого ученика сделать собственный график. У нас все это настроено, говорю. Вы просто как делаете? Мы делаем, мы обучаем потоками. Первое мартабря начинается курс. 100 человек туда пришло, и они учатся в своем режиме в течение там полутора-двух месяцев-трех, да, в своем режиме. Если они не успевают, вы их выгоняете или что-то? Мы закрываем им доступ и предлагаем этот доступ продлить за небольшие деньги. Это такой небольшой штраф за то, что ты не делал, потому что курс рассчитан так, что если ты делаешь, ты все успеваешь. Но если ты не делаешь, они пишут, что у меня умерла собака, у меня случилась амнезия колена, у меня приехала бабушка, я купил курс, но на три недели улетел в космос. Они пишут такие штуки, мы прекрасно знаем, что они напишут. Какая в итоге результативность в конец курса, доходимость до конца? Я не могу сейчас сказать, потому что у каждого курса свой график, но естественно он не линейный, он не горизонтальный, он на спад, потому что есть люди, которые там не доходят, и ты с этим сделать ничего не можешь. Я просто, почему спрашиваю, то, что когда мы на этом не делали сильного акцента, делали просто автоуроки с проверкой домашних, мы даем следующую домашнюю, предыдущую проверку, мы тоже выгоняли, доходимость до конца была вообще очень низкая. Низкая? 5%. Не-не, у нас побольше. А вот, когда подключаешь уже какую-то живую активность и делаешь потоковость, то тогда уже получается больше половины, 60-70, 80. Да, так оно и есть. Что еще из живого участия у тебя есть? У нас есть общий чат, нет, вебинаров никаких нет. У нас вебинары только продающие. Вот. Внутри человек уже купил, и мы делаем удобно, чтобы он там общался с людьми, с кем он там учится, там есть чаты, да. И отвечать на вопрос ему в окошке гид-курса, да, садятся? В уроке, да. И все. Это вся поддержка? А какая еще поддержка? Нет, ну вот, мы сейчас вот только что беседуем с Пашей Кочкиным, и он там куча всего, там, минификациями придумывал. Один. Как ты шкалу сделаешь, так ты и придумаешь. Но эти же баллы можно говорить, что это монетки. И ты, вот, например, сейчас мы проводим масштабную штуку, это Extreme Sketching 3, и вот прям вот сегодня утром мы запустили проект. Там сейчас 6 тысяч активных учеников, которых мы где-то неделю учили основам скетчинга, и сейчас у них идет битва. Мы поделили 6 тысяч человек на две команды. 3 тысячи в одной, 3 тысячи в другой. И ты победит та команда, которая соберет больше лайков на свою работу. Но для того, чтобы это не накручивали эти лайки, мы говорим, ты можешь голосовать монеткой. Когда ты голосуешь, с тебя списывается монетка. Вот. А монетки ты мог получить, либо если ты наш ученик, во время прохождения курсов тебе эти монетки даются. То есть если ты не ученик, ты не можешь ничего делать. Если ты выполнил всего одно задание, ты получил там 20 монеток. Это весь твой ресурс, который ты можешь потратить. Но если ты выполнил все, ты можешь получить там 80-100 монеток, и ты можешь спокойно потратить. А если ты нарисовал хорошую работу, когда тебя лайкают, монетка тебе начисляется. Если ты сделал хорошую работу, ты еще и монеток можешь нагребсти. А потом что они с этими монетами делают? А потом они их могут потратить. Например, снять один стоп-урок самостоятельно, не дожидаясь проверки. Там стоит 100 монеток. А следующие 200, а потом 400, а потом 800. Или, например... Ты можешь идти быстрее других? Ты можешь идти быстрее других и не ждать, например, проверки. Ты можешь за это заплатить. Но ты этим платишь за то, что ты прошел целый курс, и тебе начислились какие-то монетки. Это такой маленький бонус. И вот в том, как они накапливают и тратят эти монетки, я как раз вижу интерес. Например, если ты их постишь хорошие работы, то тебе за каждый лайк, тебе одна монетка начисляется. Это круто. То есть это прям реально... Как это... Скажем так, аналог криптовалюты. Да, да, да. Такой модный. Ты сегодня не планируется? Нет. Окей, а по лайфстайлу? То есть ты сейчас нацелен на масштаб и объем? То есть такие вещи, как путешествия там... Нет, нет, все не интересно. Бабло нормально. Нет, я помогаю людям. Какие цвете у тебя вообще? Я хочу научиться зарабатывать миллиард рублей за год. Да, вот надо научиться это делать. Вам нужно еще в три раза вырасти? Да, вот сейчас у нас на этот год у нас план в два раза вырасти. То есть сделать полмиллиарда? Полмиллиарда, да. Надо научиться за год это делать. Это очень тяжело. В прошлом году вы сделали... Сейчас надо сделать 500. Мне каждый день приходит сообщение, вам нужно было заработать миллион восемьсот, а вы заработали всего 953 тысячи. Там и грустный смайлик. Вот. И ты сидишь и думаешь, как сделать два в день? Вот как за день заработать два миллиона? И ты не знаешь как. И вот мы как раз сейчас в поиске и в эксперименте того, как это делать. И мы не знаем, как это делать. Вот когда у тебя там 100 тысяч и заработаешь 200, и план у тебя заработать 10 миллионов, там другой масштаб. Другие действия ты должен принимать. А когда ты поставил себе план, ты уже по-другому крутишься. Планирование – это очень клевая штука. Ты говоришь, я хочу заработать столько денег. Потому что это можно померить. А вот я хочу изменить мир – не измеряется. А деньги очень клево измеряются. А мотивация внутренняя – это не ради денег, ради чего? Ради денег. Ты делаешь что-то ради денег. И ты не делаешь всякую херню, потому что денег не получаешь. Первичная финансовая. Есть вопрос – можно заниматься не за деньги, а что-то другое. Это вопрос твоей эффективности. Ну, самое крутое здесь – это то, что Марат занимается творческой историей. Ну, в плане, не сам он там рисует, он же занимается творческой нишей. Я вообще там… Я не понимаю… Не представляю, можно 25 миллионов по 25 тысяч делать продажи. Даже миллион рублей можно сделать на рисовании. когда там 20, наверное, да? Это, конечно, круто. Вот. Там 18, ну, оно чуть-чуть вот так вот скачет. В зависимости от того, что мы делаем. Если мы делаем какие-то массовые штуки, там, бах, вырастает. Поэтому всем художникам и рисовальщикам Марату обязательно… Учиться. Но не делать школы. Нет, ну, с тобой делаем. Ну… Не знаю, не знаю, не знаю, нет. Эксперты больше не будут. Мы их ищем, отбираем, смотрим, но делаем сами. Все, какой-то гонораж получают? Получают, да. И они начинают хорошо жить. Ну, то есть художник – это человек, который вряд ли будет сам построить… Вряд ли он, да. Что-то похожее. Чем-то управлять. Те, кто нужно, они сами нас находят. И мы их собеседуем и принимаем решение о том, надо нам это или нет. Но обычно мы знаем, что мы хотим научить или с кем мы можем что-то делать. И выбираем, надо нам это или нет. Круто. Огромное спасибо за интервью. Да. За выделенное время. Оно суперполезно. И очень нравится твой подход, мышление. Оно там другое, чем у нас. Мы больше мыслим, там, столько-то вкачал, там, выинвестировал в трафик, там, такой трой получил, там… То есть твоя история, скорее, исключение. Ее повторить сложно. Не сложно. Это вопрос твоего соединения с собой. Значит, все, идем. Кто-нибудь, кто я есть. Идем на чакропрокачку, слушаем, что Марат расскажет на чакропрокачку. Там много я сейчас буду вещать, просто с открытым горлом я могу вещать. Окей, я буду слушать. Спасибо большое. Все, спасибо. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно и интересно. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, сделайте репост, расскажите друзьям о том, насколько рынок онлайн-образования интересен. А самое главное, помните, что и вы можете добиться таких же результатов, и вы можете создать свою онлайн-школу. А для этого подписывайтесь на наш канал, следите за новостями и знайте, что у нас всегда самые лучшие спикеры, которые делятся своим опытом искренне и честно. И еще здесь под видео есть ссылочка на пошаговый план создания онлайн-школ и приглашение на вебинар, где мы делимся тонкостями онлайн-образования и более четко рассказываем о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы и у вас была своя онлайн-школа. Не приключайтесь, подписывайте, лайкайте, шерпьте, комментируйте. Будем на связи.